Здравствуйте! С вами я, Александра, и это видеообзор куклы Монстер Хай, Клоудин Вульф из серии School Out. Пару слов о коробке. Коробка выполнена в черно-фиолетовом цвете. Сверху коробочки изображение логотипа школы Монстер Хай, сбоку надпись школы Монстер Хай. Внизу имя девочки Клоудин Вульф, что она является дочерью оборотня, и ее логотип. Вот такой вот череп с ушками и зубками. Внизу 6+. В задней части коробки обычно мы видели изображение девочек и их анкеты. Поскольку это перевыпуск серии School Out, задняя часть коробки идет немного по-другому. Здесь идет как бы выписка директрисы про саму Клоудин. Сейчас мы ее прочитаем. Но прежде я скажу, сверху идет надпись Монстер Хай, их девиз Био Сэк, Био Ниг, Био Монстер. Над головой Клоудин идет логотип школы. Изображение Клоудин. Вверху написано ее имя. Здесь идет выписка. И внизу какие куклы прилагались к этой же коллекции. Это Эби, Спектра, Фрэнки, Клео, Гулия и Холдхайт. Поскольку это перевыпуск, то есть новая кукла, здесь идет реклама диска 2012 года Goals.ru. Ну а теперь давайте перейдем поближе про саму Клоудин. Значит, из студенческой выписки. Клоудин Вольф. Дочь Оборотня. Личный профиль. Клоудин смелая, упрямая и преданная к друзьям и семье. Она настойчиво делает вещи по-своему, без учетом конвенции, являющейся и сила, и слабость. Как ее независимость может быть неправильно истолкована, как высокомерие. Дальше. Родительское участие. Выдающиеся учетом обязанностей в связи с уходом за такой большой семьей. В то время как они не в состоянии добровольно для каждого события в школе Монстер Хай, они несут полную ответственность за ежегодный барбекю-сбор, средств для наших спортивных команд. Это всегда имеет ужасный успех. Успеваемость. Успеваемость. Любой другой предмет, который выходит за пределы этой цепи, стоит меньше, чем малейшего шанса на получение стопроцентных усилий от нее. Мы работаем, чтобы исправить это. Социальное взаимодействие. Несмотря на это, что Клаудин сильная и независимая, она не одинокий волк, и ее сверстников, друзей Монстер Хай, отражает новый дух, выставленного этого молодого поколения монстров. Они уважают традиции своих родителей, но каждый вид монстра они придают с их личным отношением и общее. Я верю, что ожесточенная решимость и фокусирование Клаудин Вульф в один прекрасный день сделает ее очень успешной. Она является олицетворением подростка из многодетной семьи, кто хочет выделиться из толпы и быть признанным своего человека. Директриса. В общем, вот такое мнение у директора и учителей школы Монстер Хай про Клаудин Вульф. Ну, а теперь про саму куклу и что к ней прилагалось. Давайте посмотрим. К ней прилагалась фиолетовая вот такая подставка, фиолетовая расческа, надпись Монстер Хай, череповый бантик, обычно. Значит, сумочка. Вот такая сумочка в виде ракушки такой вот. Она черная с фиолетовыми такими застежками. Она открывается и туда что-то маленькое можно положить. Ремешок тряпичный вот такой вот в виде, так как молнии и очень легко расстегивается. И вот такая вот папочка. Вот она. Значит, фиолетово-зеленого цвета, надпись Монстер Хай. С этой стороны идет логотип школы. Она очень легко открывается. Мы можем посмотреть. И внутри она выполнена как тетрадка и логотип школы Монстер Хай. Что-то можно туда записывать. И, наконец-то, переходим к самой очаровашке Клаудин. Ну, как всегда, ее одежда, эта фиолетовая, больше преобладает цвет. Но также здесь мы видим уже зеленый такой цвета морской волны. И даже есть немного желтого. Значит, она одета в такую тунику, можно сказать, теплую тунику, нарядную. Она выполнена в виде зебры фиолетово-черной полосы. Также нанесены золотые такие узоры. Вот. Видим каких-то. И широкий пояс цвета морской волны с такими заклепками золотистыми. Окоемки по краям рукавов, внизу края и вверху края, идут желтого такого цвета с блесточками. И вверху также имеются такие шлейки, тоже цвета морской волны, из атласной ленты. Дальше на ней идут леггинсы фиолетового цвета. По бокам прошита желтая нитка. С одной и с другой стороны. Самые красивые, это у нее сейчас здесь сапоги. Вот. Мне вообще очень нравится этот ее наряд, но сапоги особенно. Они очень высокие, черного цвета, есть фиолетовые полоски и видите, идут молнии с замочками такими изображены. Носок закрытый, но есть отверстие вот здесь, вот чуть выше стопы. И каблук. Очень высокий, золотистый каблук. Теперь давайте посмотрим на ее украшение. На шее у нее есть такое украшение в виде цепочки, точнее в виде застежки такой молнии. На черном фоне. А на руке у нее вот такое вот изображение в виде когтей, кастет. Он снимается легко. Ну, сейчас он на резинке, чтобы он не отпадал. На ушках у нее уже необыкновенные сережки, они золотистого цвета, но уже кольца тоньше и больше. Здесь два кольца, здесь идет два кольца соединены между собой в вот такую золотистую цепочку. Волосы Клаудин просто в этот раз каштанового цвета, длинные, мягкие, приятные. Собраны высокий хвост сзади, сверху выпущена одна прядка на правую сторону. И мейкап ее. В этот раз у нее такой нежный мейкап. Губы персикового цвета, а глаза накрашенные фиолетово-синими тенями, сверху покрыты блестками. Вот такая вот красивая девочка. С вами была я, Александра. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok